Правильно. Мы всех обманем. Мы завпечатлим дорогу назад. Да? Да. Спасибо. Я тоже так думаю. Спасибо большое. Мы в лесу, я там ехали. А, всё, нам будет что вставить. Короче, да, нормально. Давай, снимай пробу с вареников. Так, вареников захотелось? Люди, вы едите вареники в ресторан. Они такие маленькие-маленькие. Горячие? Ну как? Нормально. Нормально. Ладно, сейчас я попробую и скажу. Маленькие вареники. Понятно. С тобой футболок не сильный. Да, я не ценитель. Не, может быть они невкусные, конечно. Ну, такое, знаешь, типа, ну, можно сказать, прямо, бау. Просто норм. Угу. Тесто вкусное, а начинка, ну, слабовата. Маленький с картошкой. Ну, когда голодные вообще. Ещё нам только что вынесли пасту, которую мы не заказывали. Вернее, мы думали её заказать, но мы её не заказывали. Ну, мы, естественно, отказались. Как бы от неё, да. Потому что, во-первых, мы её не съедим, нам ещё должны принести два наших блюда. Поэтому, как вы поступаете в этой ситуации? Возьмёте и съедите? Или скажете, я этого не заказывала? Ну, теперь мы как-то так некомфортно себя чувствуем, но это ж не мы правильно протупили. В продолжение банкета нам принесли ещё блинчики и сырнички. Будем снимать пробу. После того, как сидим в вареничке. Чаё, лимонадики. Ну, пока всё вкусно. В общем, пока мы завтракаем, тире обедаем, увидели, что здесь жених с невестой. Сейчас на фотосессию приехали. Ну, красиво так. Да прикинь, у нас вы подоуплатишь, а за срёд об эти покашки, которые тут живут. Ну, я думаю, она не будет там ходить. Всё, обосрала уже. Так, ем сырники, но, честно говоря, мне не очень вкусно. Я такая вредная, конечно. Такие такие кисловатые, не сладкие. А вот это вот вообще из 2005 года и вообще тоже какое-то невкусное всё. Я всё понимаю, но кухня у них действительно не впечатляющая. Так красиво. Сразу себя невестой вспоминаю. Эту фотосессию изматывающую. Алина, ну как блины твои? Нормально. Вкусно? Лучше, чем вареники. Да? Итак, покушали мы на 1190 гривен. Это вареники две порции, лимонад, лимонад, баланси, сырники, чай чёрный. Не знаю, как это. Много? Нет. Учитывая, какие сейчас цены, то средние. Но, конечно, не скажу, что за порцию вареников 230 гривен. Мне кажется, завышенная цена за эти вареники. Ну, и надо не забыть про чаевые. Конечно, я считаю, что не только за вареники 203 за деревен порция, а как-то за вышен прайс. Ну, и за сырнички 210 гривен за три сырника. Таких вот. Как-то многовато. Было неплохо, но не очень вкусно. Поэтому... Было такие вкусные вареники. Они, видно, знаешь, как мы со временем спортили. Короче, как и позже. Вкусно было. Очень. У меня были стилятины. Человек рассказывает, что в Ужгороде самые вкусные вареники были. О, смотри, какой огонь дружбы. Или как это называется? В лагере, когда приезжаешь на первую смену. Вот этот человек, который никогда в жизни не был в лагере. И разводят огонь, и вы сидите все в кругу. Ой, тут прям пахнет животными. Здесь на территории очень много различных животных. Здесь вегетарианский ресторан. Животных очень любят, поэтому уделяют им нужное внимание. Какая беседочка. Алина, мы сюда идем. Конечно. Очень красиво. Ну и ресторан. Это же надзорность. А на первую, знаешь, как-то невкусно как будто. Ну, знаешь, нет вот этого... Не получила удовольствия? Да. Идем, причитаем, как старые бабки покушали. Но что-то все равно не то. Послевкусие какое-то неприятное осталось. Здесь можно напрокат взять велики. А здесь полазить... Как это называется? Как называется это? Веревочный парк? Веревочный парк? Ну, что-то типа такого. Есть другое название. Наверное. Не могу вспомнить. Я вспомнила только такое. О, а там наши любимые кабаны сидят. Ну, сейчас нам только на веревочный парк осталось. Вон, какая красивая машинка. Алин, садись, я тебя прокачу. Садись, прокачу. Такие приклонные. Да, вот туда тебя посажу. И гаде. И буду тебя везти. Везти с кабаном. Да. А вот там были ламы. Наверное, они там и сейчас есть. Ламы, да, там были? Которая плевала меня. Да, это были ламы. Когда мы приезжали осенью их кормить. Этих бесстыжих зверей. В общем, я ее кормила. Но потом, что ей не понравилось, я пошла другую ламу кормить. И она как плюнет. Но это был он. Плюются в основном они. Точнее, они. Мужского рода, в общем, плюются в основном ламы. Козлики такие. Такой интересный козлик. Интересный раскрас. Половина черного, половина белого. Прямо четко посредине. У этого. Посмотрите. Какой рогатый. Что, воняет тут? Я не знаю. Ламы, мне кажется, теперь ходят... Они теперь ходят не за ограждением, а так. Можно же обплевать всех гостей. А, вон они. Все, бежит, бежит. Нет, это не тот. А, вон он. Вот этот, вот он. Не могу понять, который... Наверное, вот тот, который стоит там. Под забором. Или этот, который идет. А, бежит прям. Знаешь, как будто хочет плюнуть тоже бежит. Плюются. А у нас нет еды. Подойду на свой страх и риск, чтобы снять вам поближе. А, все, он понял, еды нет. Они сразу видят, что если что-то в пакете есть, то... Значит, дадут что-то пожевать. Нет, тесто, кстати, действительно хорошее. Ну, тут и кутошка. И вот такая вот... Ой, какие переходят. Уточки. Дорогу. Тоже такая чел-зона. Здесь можно выпить кофе. Идем на бассейн. Там мы уже разложились. Пошли пообедать в ресторан. Развращаемся. А зубы, люди, холодно будут. У нас солнышко спряталось. Это подстава. Это выглядит как подстава. Ну, конечно, мы же добрались на бассейн. Спустя неделю 30-ти градусной жары. Поэтому солнышко решило спрятаться. Блин, натури, такое оттокло пережили на домах, можно сказать. Понимаешь? Только бабуля Алина. Он, блядь, подготовился. Так что съем мало. Добро пожаловать в Казахстан! Вот если хотите увидеть косулю, то запросто можно увидеть его на бассейне. В золотом береге. Итак, время обеда прошло, начинается время полудника. На полудник у нас, естественно, с собой. На территорию можно приносить фрукты, ягоды, поэтому я не упустила этот шанс. О, Господи! А вот у нас холодно. Сюда на территорию можно приносить фрукты, ягоды, поэтому не упускаем возможности. Берем самую черешню, абрикосу. И вот какие два красавца идут. Наверное, к нам на полудник. Нами перекусить. С жаркой. Гоняли лебедей, гусей, забежал в воду охладиться жарко. И он черный заптыкал. Он кайфует. Взяли с Элиной по лимонаду и идем кайфовать на бассейне. Но зонтики нам сейчас не открывают, и мне кажется, что мы уже просто упарились на бассейне. Возможно, сейчас переселимся под... в тень. Деревья туда, там тоже красиво. А, красуется. Блин, им так жарко, наверное. Очень жарко сегодня. Водичка. Подтравит её. Эй, ты её. Асё. И так подошёл к концу наш с Элиной отдых в Золотом пляже в Днепре, в Орловщине. Уже возвращаемся домой. Хорошо провели время. Ой, смотри какой. Да. Хорошо провели время на бассейне, покупались, покушали, отдохнули. Всё, хорошего понемножку. Поэтому возвращаемся в город. Вот. Мы соединились немножко с природой. С вот такими милыми зверятыми. Сейчас вам покажу чуть-чуть. Блин, он так соберу вам прикрытие. Ой, куда ты была? У меня нет еды. У него, походу, растяжка лучше, чем у нас, Алина. Определённо. Раз, он рогами до попы достаёт. Как реально. Хороший. И этот, и этот. Бежит, провожает нас. Ну, мы скоро вернёмся. Нам понравилось. Кстати, выгодно сюда приезжать с понедельника по четверг. Людей по-любому будет. Ну, даже вот сейчас в пятницу люди были. Постоянно трафик людей есть. Одни приходят, другие уходят на бассейн. То в ресторане, то просто на баре. Алина, не бойся, петушка. Я сама его боюсь. Кто в деревне в детстве проводил каникулы, знает, как они больно щипаются. А вот какие милашки. В общем, в будний день вообще классно. Я думаю, трафик народа будет небольшой. Вход 300 гривен. С пятницы по воскресенья. В пятницы и выходные дни 400 гривен с человека. Также можно брать там абонемент, если здесь есть аквапарк. Если вы идёте в аквапарк. Ой, какой маленький. В общем, и детям, и взрослым здесь будет интересно. Какой маленький. Посмотрите на него. Ну, территория хорошая. Лежите на бассейне, и прямо возле вас ослики ходят. Косули или кто-то, или оленя. Мы так и не определились, кто. Наши познания в зоологии такие себе, Сергей. Походу, ужасные. Лучше мы погуглим. Да, вон какие пони. Можно купить корм. У девочек на ресепшене, на администрации там. Продаётся кукурузный корм. Хлопья. Отруби. Покормить их. В общем, мы уже выходим. Привезла свою Чику домой. Так что всё, день подходит к завершению. Отдохнули. Всем пока-пока. Пока-пока.